Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эдмонд Луи Дюпен, французский художник. Эдмонд Луи Дюпен родился в Бордо 13 января 1847 года в богатой семье. Я пользуюсь многими данными из переводной википедии, которые мне удалось найти. Учитывая его очевидную склонность к живописи, после начального обучения его отправили в Париж, чтобы пройти курсы высшей национальной школы изящных искусств. Затем он поступил в отеле Александра Кабанеля и Жанна-Мари Оскара Гея в качестве студента. В 1880 году, в возрасте 33 лет, ему было поручено завершить большую картину, изображающую Венеру. В 1886 году он украшает потолок западной ротонды, крыла Парижской обсерватории. Дюпен регулярно выставлял свои работы в салоне французских художников еще в 1870 году, когда он дебютировал с картиной «Смерть нимфы Эсперии». В 1883 он стал членом общества французских художников, а в 1875 получил медаль третьей степени. Два года спустя, в 1885, он также был награжден медалью первой степени. Участвовал в выставке 1878 года. Дюпен получил почетное упоминание. Регулярно выставлялся в салоне французских художников. С 1870 года стал членом общества. В 1883 году получил медаль третьей степени в 1875 и медаль первой степени в 1877. На всемирной выставке 1889 года получил бронзовую медаль. Дюпен был назначен кавалером почетного легиона в 1894 году. Несколько лет преподавал в Академии Колоросси в Париже. Эдмон Дюпен умер в своем парижском доме летом 1933 года в возрасте 86 лет. Он был художником-жанристом. Его картины населены солдатами, историческими личностями или утонченными и элегантными женскими фигурами. Часто в сопровождении боржых. Но он не пренебрегал мифологическими сюжетами, флотом и прежде всего был искусным портретистом. Вот такое описание нашел в интернете, переводной википедии, о французском художнике Эдмон Луи Дюпен. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.